И вот, наконец, в Java 8 было введено такое понятие, как функциональный интерфейс. Именно благодаря функциональным интерфейсам стало возможно избавиться от монструозного синтаксиса с анонимными классами и использовать компактные лямбдовыражения и ссылки на методы. Это открыло возможность писать на Java программы в функциональном стиле, то есть в стиле, характерном для функциональных языков программирования. Это когда программа записывается как последовательное применение функции к некоторым значениям и другим функциям, а не как сложная структура из циклов, условных операторов и перекладываний значений переменных туда-сюда. Давайте поподробнее разберем эти нововведения языка. Ну, объявление функционального интерфейса никаких проблем не представляет, и мы уже знаем, как это делать. Не забывайте только ставить аннотацию в Functional Interface, чтобы компилятор валидировал, что интерфейс действительно является функциональным. Интерфейсы FileFilter или, например, JavaUtilComparator, которые я тоже уже упоминал, существуют в Java давно. Просто в восьмерке они стали функциональными и получили аннотацию Functional Interface. Однако в Java 8 появилось целое семейство, целый пакет функциональных интерфейсов самого общего вида на самые разные случаи жизни. Когда вы понимаете, что для решения задачи вам нужно передавать куда-то кусок программной логики, то вместо того, чтобы придумывать свой функциональный интерфейс, посмотрите сначала на стандартный. Очень вероятно, что подходящий вам интерфейс там найдется, и надо будет выдумывать велосипед. И другие программисты скажут вам спасибо, поскольку вы будете говорить с ними на одном стандартном общепринятом языке. Эти стандартные интерфейсы живут в пакете JavaUtilFunction. Их более 40, но они четко делятся на 5 семейств. Я расскажу в целом о семействах, не пытаясь перечислить все интерфейсы поименно. Первое семейство — это консюмеры или потребители. Это те, кто принимают какое-то значение, но ничего не возвращают взамен. Этот консюмер — это дженерик. Он параметризован типом объекта, который он будет принимать. А есть еще отдельные интерфейсы int-консюмер, long-консюмер и double-консюмер, принимающие значения соответствующих примитивных типов. Они существуют потому, что дженерики в Java не могут параметризоваться примитивами. Так что разработчикам стандартной библиотеки пришлось здесь пойти на определенную копипаст. А еще бывают консюмеры, принимающие по два параметра. Один из них — это интерфейс b-consumer с двумя дженерик-параметрами. И, соответственно, его метод accept принимает два параметра указанных типов и ничего не возвращает. Второе семейство — это сапплайеры, поставщики. Они не принимают ничего в качестве параметра, а просто возвращают какое-то значение. Это у нас generic-сапплайер, параметризованный тем типом, который он возвращает. А есть еще отдельно булевский сапплайер, int-сапплайер, long-сапплайер и double-сапплайер. Третье семейство — это предикаты. Их функциональный метод принимает значение какого-то типа, а наружу отдает булевское значение, истину или ложь. Есть специализированные предикаты для int, long-сапплайер и double-сапплайер. А также есть разновидность предиката, принимающего сразу два параметра. Это бинарный предикат. Четвертое семейство, самое плодовитое, — это функции. Функция принимает аргумент и возвращает значение какого-то типа. В общем случае, эти типы разные. Бывают функции, принимающие два параметра. Это интерфейс bFunction. А также есть масса специализаций функции, где на месте одного или обоих параметров стоят примитивы. Например, doubleFunction — это функция, принимающая double и возвращающая объект. Или longToIntFunction. Это функция, принимающая long и возвращающая int. Или toIntFunction. Это функция, принимающая объект и возвращающая int. И таких специализаций еще много. А пятое семейство — это операторы. Оператор — это частный случай функции, когда на входе и на выходе значение одного и того же типа. Унарный оператор принимает один параметр, а бинарный оператор — два параметра. Заведены отдельные интерфейсы под унарные и бинарные операторы над примитивными int, long и double. Эти функциональные интерфейсы, конечно, не покрывают все возможные потребности, которые могут возникнуть в жизни. В тех случаях, когда подходящего интерфейса в стандартной библиотеке нет, например, функция от трех параметров, то придется такой интерфейс написать самостоятельно. Но вся стандартная библиотека обходится этими перечисленными стандартными функциональными интерфейсами.